С 5-го на 6-е августа Постоянный член Совета Безопасности ООН РФ осуществил один из самых мощных комбинированных ударов последнего времени по украинским городам. Были задействованы крылатые ракеты морского и авиационного базирования, гиперзвук и дроны. В итоге 20 крылатых ракет Калибр, 17 сбиты, 27 шахидов, все уничтожены и 20 ракет Х-101 и 555, 13 сбиты. На себя обращают внимание применение трех Х-47М2 «Кинжал» и возобновление применения Х-101 и 555, для чего в воздух поднимались 14 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Для пуска 20 ракет 14 самолетов, способных суммарно запустить 112 ракет. Последний раз Х-101-555 запускали 26 июля, а до того 26 июня. Почему это бросилось в глаза? Потому что пока эти сроки странным образом совпадают с производственными мощностями оккупантов по выпуску Х-101-555. Полторы-две ракеты в сутки. Это не говорит о том, что они перешли исключительно на применение того, что произвели, ведь есть еще остатки схранения. Но в целом эти промежутки во времени, паузы, не могли не обратить на себя внимания. В остальном противовоздушные силы Украины отработали на пределе своих возможностей, особенно по дронам «Камикадзе». Результат 100%. С днем воздушных сил Вооруженных сил Украины. Миссия Украины – убить как можно больше русских. Ну ничего, ничего, повезет. На входе в Керченский пролив надводный дрон атаковал танкер «Сиг» под российским флагом. Это уже вторая атака на российские корабли за последние двое суток. Судно повреждено, но экипаж не пострадал. Атака не привела к экологической катастрофе, поскольку танкер не был загружен. Журналисты выяснили, что корабль годами снабжал топливом российскую авиагруппу в Сирии. Киев пока официально не взял на себя ответственность за операцию, но глава СБУ Василий Малюк предупредил. Если Москва хочет, чтобы атаки прекратились, ей следует покинуть территориальные воды Украины. Тем временем Киев объявил шесть российских портов на Черном море зоной военной угрозы. Надводный беспилотник нацеливается на танкер «Сиг» под российским флагом. Атака произошла в пятницу в 23.20, сообщает «Росморрич флот». Судно получило пробоину в районе машинного отделения, но осталось на плаву. Никто из 11 членов экипажа не пострадал. «Сами мы не можем перемещаться без буксирования, машина полностью затоплена. Руководство не знает, что там будет решать. У нас куда-то в завод, где надо в какой-то определить. В опубликованной записи переговоров один из членов экипажа говорит, что танкер в момент атаки не был загружен, а вода набралась до ватерлинии и остановилась. Спасательные работы на танкере завершили еще ночью. Сейчас ведутся ремонтно-восстановительные работы. Сообщается, что судно было атаковано в 32 милях от входа в Керченский пролив. Оно стояло на якоре. Как утверждает источник BBC, атака — это совместная спецоперация СБУ и ВМС Украины. Она осуществлялась с помощью надводного дрона, начиненного четырьмя стами пятью десятью килограммами тротила. Представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ночью в Керченском проливе уничтожены еще три надводных дрона. Во время атаки российская сторона даже отключала освещение на Крымском мосту. А вот это вот Крымский мост. Вот она, где выключено все. Официально Киев пока не брал на себя ответственность за случившиеся, но глава СБУ Василий Малюк заявил, если россияне хотят, чтобы подобные хлопки прекратились, они должны покинуть территориальные воды Украины. Любой хлопок, происходящий на кораблях РФ или Крымском мосту, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу. Более того, такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и полностью законны. Журналисты выяснили, что судно годами доставляло авиационное топливо из оккупированного Крыма российской авиагруппировки в Сирии. Подбитый танкер с 2019 года находится под санкциями США. Между тем, Киев объявил зоной военной угрозы акватории шести черноморских портов Анапы, Новороссийска, Геленджика, Туапсе, Сочи и Тамани. 4 августа украинцы атаковали надводными дронами большой десантный корабль «Аленигорский горняк» в бухте Новороссийска. В сети появилось видео, где судно с большим креном тащат на буксире в порт. Сообщалось, что и эта атака – результат совместной операции СБУ и украинского ВМС. Накануне Владимир Зеленский поблагодарил службу безопасности за возвращение войны на территорию агрессора. Сегодня был доклад руководителя СБУ Малюка. Содержание не буду озвучивать, скажу лишь, что мы все благодарны службе безопасности Украины за возвращение войны назад государству-агрессору. Что несешь миром, с тем сам и оказываешься. После выхода из зерновой инициативы Москва заявила, что все суда, направляющиеся в украинские морские порты после 20 июля, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. ИИФ ответил зеркальным заявлением. Танкер получил пробойну, но остался на плаву. Как вы оцениваете эту операцию? Удачная все-таки ли она или должен был быть другой результат? Прекрасный результат. То есть танкер выведен из строя на длительный период времени. Это танкер, который перевозил топливо для авиационной группы в Сирии. И ранее он перевозил топливо для Крыма, для вооруженных сил Российской Федерации в Крыму. Ввиду наступления вооруженных сил Украины на оккупированную территорию Украины и освобождение оккупированной территории Украины, то в скором времени, безусловно, будет уничтожен Крымский мост, как логистическая цепь, по которой происходит поставка топлива для вооруженных сил России в Крыму. Уже прилетело, беспилотники прилетали в Феодосию, на нефтебазу, где хранится топливо. И на эту же нефтебазу этот танкер привозил топливо ранее. То есть далее Россия могла бы его использовать как логистическую цепь для поставок топлива уже не только в Сирию, но и в Украину для снабжения своей группировки войск. Поэтому уничтожение этого танкера, выведение его из строя, это, безусловно, очень серьезная операция, которая позволит, скажем так, уничтожить группировку российских войск Крыму и оставить их просто без топлива. Вы сказали, что следующим шагом будет удар по выведению из строя Крымского моста. Мы уже видели удары по мосту, но, в общем-то, эти удары не привели к тому, что мост был полностью выведен из строя, и более того, его как достаточно быстро восстановили. Насколько сейчас, на ваш взгляд, все-таки реально провести операцию, которая выведет либо полностью, либо на очень длительный срок Крымский мост из строя? Ну, это же не обязательно должно быть выведено именно само полотно моста, а это может быть выведено и ближайшие там железнодорожные пути, то есть просто сделать невозможным поставку железнодорожными нормами топлива на нефтебазу Феодосии, откуда она бы распространялась далее. Вот, поэтому я думаю, что это будет очень вероятно. Точно так же, как и уничтожение дубликата или дублера вот этого танкера, который мы видим на видео, а это мы видим удар новороссийский, кстати, да, то это будет понятная ситуация, когда будет и ЯС, по-моему, кажется, или УЯС, как-то он так вот называется, еще один танкер, который тоже возит топливо из России для военностанной группы в Сирию и в Украину. То есть вот два танкера, которые обеспечивают логистику и, собственно говоря, войну России в Сирии и в Украине. Сегодня на сайте Госгидрографии Украины появилась информация о том, что Украина объявила зоной военной угрозы акватории черноморских портов РФ. И в Уднамленне, в частности, говорится о военной угрозе в акватории внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань. Что это значит? Объясните, пожалуйста. Это значит следующее. Каждое судно, которое заходит в эти порты, оно должно быть застраховано. Все знают, что есть морское страхование, система лойда. И так или иначе, у кого бы ни страховалось судно, любое судно в этом мире, оно потом перестраховывается у лойда. Так вот, вот это объявление Госком Государственного комитета по гидрографии обозначает следующее, что вслед за кораблем, который был уничтожен, большой десантный корабль в Новороссийске, так называемый Оленигорский горняк, и танкером может быть уничтожено любое судно, которое перевозит грузы в эти порты. Не обязательно, чтобы оно было уничтожено, достаточно того, что страховые компании сейчас поднимут, очень жестко поднимут цену на страхование этих судов, потому что посещение судов зоны военных действий, оно идет по совершенно иному тарифу. И фактически вот эти два беспилотника, которые уничтожили два корабля, и дали вот это распоряжение Госком гидрографии, оно подчеркивает то, что есть угроза уничтожения судов, и, соответственно, цены на любое страхование всех судов, которые идут в эти порты, оно будет очень высокое. Что это значит? Значит, что в принципе судоходство в эти порты приостановится, потому что оно будет экономически невыгодно. И они могут только между собой общаться, ходить друг к другу. А как российское, или как российские, под российским флагом могут ходить, потому что это их право. А вот все остальные суда в этом мире вряд ли будут заходить в эти порты. То есть фактически эти порты были закрыты для судоходства. Вот что это значит. Что случилось? Почему все это происходит?